вечер добрый меня зовут андрей я здесь чтобы разбавить этот медиака биологический семинар капелька истории история викингах ну наше представление об истории в основном стереотип и как-то допустим египтяне строители пирамид большие стеты древние греки с их олимпионики или имперцы римляне с их блистательными легионами колизеем гладиаторами а викингах у нас тоже стереотипные представления зачастую это такие здоровые бородатые мужики в рогатых шлемах но на самом деле никаких рогов конечно не было вот которые слетают как смерть своих кораблей в изрубают своими топорами и мечами все в капусту из богатой добычей возвращаются назад ну и естественно их шумные огромные пиры настоящие такие вакхические где запросто можно выдавить глаз соседу пальцами ну вот я не буду развеивать эти стереотипы тем более что думаю что многое из них вполне соответствует действительности я лишь добавлю несколько стрихов портрет у викингов скажем так чуть-чуть оживлю этот портрет вот ну начнем с того что викинги были лучшими поэтами своего времени до шекспира и камоинца было еще далеко еще полтысячелетия а викинские саги достигшие свой пиков исландских сагах они замечательным выразительным языком емким создающие цены больше на действиях чем на ощущение героев передавали потрясающую картину мира взгляд с стороны саня до викингов потом потом безусловно это скандинавская мифология богатая на яркие личности героев богов естественно нужно понимать что без этой мифологии допустим не было бы ну песни о небе лунгах кольца небе лунг на ван вагнера ну естественно все большинство из нас наверное видела знаменитый эпизод с полетом валькирии из фильма поле калипсис нау фрэнсиса форда копполы вот эта музыка тоже рождена скандинавской мифологии викинги были очень чистоплотный для своего времени например достаточно доподлинно известно что во времена завоевания британии британские женщины предпочитали завоеватели собственным мужчинам они были намного чище и намного лучше пахли но и красивее викинги мыслили не так как мы и не так как древние греки у них был как бы но не были другие но вот взять тот же допустим пример из опять же из их мифологии в дни рагнарёка это конец света по скандинавской мифологии рынок должен был начаться с того что должен был прибыть корабль на гольфар целиком сделаны из человеческих ногтей ну и вот саги присяд эпизодами как чувство приближения смерти викинг состригал ногти чтобы отдалить появление этого корабля он же сделан из ногтей мертвых срежешь свои ногти корабль появится позже вот но естественно викинги были лучшими мореходами своего времени собственно викинги определение это раннесредневековые скандинавские мореходы но естественно каждый такой мореход был и и купцом и воином и моряком вот здесь мы особо вот этого сейчас коснем коснемся насчет мореходов если посмотреть на скандинавию тех времен да то совершенно географическим расположением определилась то что шведские викинги для них естественным был путь на юг но знаменитый путь из варяг греки но а для норманов и данных то есть норвежцев и дачан современных естественно на запад тут надо отметить что в определенном смысле география земного шара вернее северной атлантики северного моря помогала викингам потому что тут существует как бы ступенчатый путь на запад через аркнейский шетлендский фарерские острова исландию гренландию ну и дальше ну когда они достаточно давно покорили аркнеевский шетлендский острова фарерские острова ну в конце концов эти шетлендские не путайте шотландия нарядом но все-таки шетлендские да ну потом настал черед исландии они прибыли в исландию где-то в середине девятого века они не были там первыми например там до них бывали ирландские монахи да и вообще древнегреческие и древнеримские описание земли туле легендарные очень похожи по описаниям на исландию исландия оказалась не такой уж гостеприимной землей 5 шестых и и это выжженная вулканическая пустыня 1 6 примерно только вдоль побережья более не менее пригодна для более не менее пригодна для поселений для жизни чтобы пасти овец прежде всего для пастбищ где-то в течение семидесяти восьмидесяти лет они можно сказать ее заселили там где-то 20-30 тысяч населения появилось но место все-таки там было маловато хороших пастбищ тоже как вы знаете в исландии грандиознейшие вулканы но иногда допустим когда они извергаются пеплом как вы знаете накрывает и всю европу и останавливается авиасообщение с высоты этих вулканов расположены в западной части они видели в ясную погоду какую-то землю до нее 280 километров вот но уже бывало то что где-то в девятисотом году один из викингов гунберн видел эту землю но не высадился там он вернулся в исландию рассказал об этом это никого не заинтересовало потом он и в норвегии об этом рассказал тоже никого за не заинтересовало но вы в общем столкнетесь с этим еще моем рассказе ну вот где-то в девятьсот восьмидесятых годах такой вот товарищ товарищ эрик рыжий который даже по меркам викингов не был паинкой вначале его изгнали из норвегии за убийство он поселился в исландии буйный нрав не давал ему и там покойный там кого-то угрохал на внутри года выстали из исландии он сел на корабли вспомнил этот рассказ гунберна вспомнил что что-то там видно на западе отправился на запад и в девятьсот восемьдесят втором году нашел исландию а в 986 основал там поселение восточные западные он сам поселился в восточном лучшем поселении фактически стал правителем новые острова гренландии кстати по поводу названия гренландия очень возможно что это, почему зеленая земля, мы же знаем, что Гренландия скована льдами, большая часть, но вполне возможно, что это был банальный его рекламный ход. Он назвал ее Гренландией для того, чтобы привлечь туда новых поселенцев, там же он будет править, ему нужны были люди, вот, рассказал об замечательной земле. Вот, возникает вопрос, возникает вопрос, каким же образом они туда добирались, ну и вообще, как они там плавили, все-таки довольно большие масштабы, в те времена никто в Европе не совершал подобных путешествий, ну, начнем с их кораблей, они назывались либо дракары, что буквально значит корабль-дракон. Кстати говоря, носовая фигура в форме дракона была большой редкостью, у большинства кораблей в лучшем случае был завиток. Эти корабли достаточно хорошо сохранились, до наших времен их называют еще лонг-скип, что значит длинный корабль, насколько длинный, почему они хорошо сохранились, потому что викинги часто использовали свои корабли, чтобы хоронить своих предводителей. И так как земля там мерзлая, все, включая дерево, хорошо сохраняется. Два корабля сохранились особенно хорошо, вот они, Осиберский и Гокстадский. Так вот, насколько они длинные, 21-23 метра, ширина 5 метров, сделаны целиком из дуба, понятно, очень крепкие, доски внахлёст. Вот, естественно, течь быть не может в принципе, но с другой стороны, конечно, это утяжеляет корабль, тем более в щели попадает вода, что еще его утяжеляет. Сколько в нем человек? Ну вот на сибирском корабле, с одной стороны, обнаружили всего ключа, их 15 человек, одно весло на человека, значит 30. Примерно Грибцов, Командир, Яру, ну плюс низкий борт, как вы видите, он максимум там было полтора метра, естественно, несмотря на всю устойчивость, сильно заливало водой. Как с этим бороться? Там был настил, под настил загоняли раба. Раба никто не заставлял, ему давали ведро, никто не заставлял его вычерпывать воду, но если бы он не вычерпывал, он бы, естественно, утонул. Ну, понятное дело, что это, кстати, характерно для мышления викингов, правда, история умолчивает, вероятно, бывало так, что раб погибал или все-таки тонул, вероятно, свободным людям тоже приходилось иногда залазить, подниться и работать ведром. На веслах сидели только свободные люди, раб грести не мог. Ну, хорошо, корабли действительно замечательные, но кораблей мало, нужна же еще навигация. Видите вот эту штучку? Она, на самом деле, вот такого размера. Вас впечатляет? Меня не очень. Но некоторые ученые считают, что выглядело это вот так. Компас. Не знаю, насколько это правда, насколько это выдумка. Если вы придумаете вот этому другое объяснение, что это, то расскажите мне, мне интересно. Может, это какая-то детская игрушка. Но, тем не менее, схему этого компаса некоторые ученые изображают. Ну, компаса мало, тем более, явно компас был не у всех. Естественно, викинги знали про полярную звезду и по ночам могли ориентироваться по ней. А что же днем? Ну, хорошо, они, конечно, знали, что солнце встает на востоке, садится на западе, но Северная Атлантика – это место далеко не лучшей погоды. И, соответственно, очень часто небо заволочено тучами. Как же определить, где же там солнце? На одном из викингских кораблей нашли исландский шпат. Он обладает двойным преломлением. Соответственно, определенным образом располагая его, можно обнаружить, где солнце находится за тучами. Некоторые предполагают, что викинги таким образом находили солнце, которого не видно. То есть, и с навигацией у них, скажем так, были подвижки для своего времени грандиозные. Кроме того, естественно, опять же, я вернусь к этой карте, я прошу прощения, им помогал вот этот вот самый ступенчатый путь, о котором я говорил. То есть, нужно было путешествовать по ступеням, тем более, допустим, проплывая мимо Исландии, они могли стараться держать по борту и видеть, ну, почти каботажное плавание, видеть землю все время, допустим, по правому борту. Соответственно, это им очень помогало. То есть, они могли примерно представлять, где они находятся. Ну, в результате настал черед Америки. С Гренландией, правда, Америку не видно так, как с Исландией, но что-то смутное там видится. У этого Эрика Рыжего подрастал сын. Звали его Леев, естественно, Эриксон. Вот. До него, за 15 лет, до того, как Леев обратил на это внимание, один норвежец, звали его, уж прошу прощения, Биарни Херлифсон, уже он жил в Исландии, отправился в Норвегию по торговым делам, вернулся в Норвегию, обнаружил, что родителей там нет. Они переселились в Исландию. Видимо, их увлек этот самый Эрик Рыжий своими рассказами о Зеленой Земле. Ну, Исландия только заселялась, точного пути еще не было. Он сел на корабль и отправился в сторону Гренландии. Промахнулся. Выплыл к какой-то земле, мы не знаем как, но понял, что это не Гренландия. Видимо, несоответствовало описанию Америка Рыжего. Дули хорошие северные ветры. Он все время пытался добраться до Гренландии. Его трижды сносило в сторону этой земли. Он видел разную землю. Но, видимо, очень велико было желание попасть к родителям. Он не высадился, вернулся все-таки в Герландию, нашел своих родителей, рассказал там многим об этой земле. Никто не заинтересовался, мы уже об этом слышали. У Эрика Рыжего подрос сын, Лейф Эриксон. У него было три сына и дочь. И, судя по всему, именно в роду Эриксона был какой-то очень буйный дух, если так можно сказать. Такой непоседливый. Этот Лейф заинтересовался рассказом Бьярни. Это прошло уже 10 лет. Купил его корабль на Наневский человек из его команды и направился на запад. Первым делом, если Бьярни двигался с юга на север, то Лейф Эриксон двигался с севера на юг. Первым делом он обнаружил землю, которую он назвал Хэллоуэнд. Земля плоских камней. Там он встретил эскимосов. Мы не знаем, понравились они ему или нет, но земля ему точно не понравилась. Она была не гостеприимная, не плодородная. Он вернулся дальше вниз и нашел Маркланд. Это, можно сказать, земля, покрытая лесом или граничная земля. Он там тоже не высадился. Спустился еще ниже, еще южнее, и там нашел Винланд. Винланд – земля виноградная, если так можно сказать. Он утверждал, когда вернулся спустя год в Гренландию, что эта земля покрыта вся виноградом. Вполне возможно, что это были просто какие-то ягоды, из которых можно было делать вино, потому что попытки выращивать здесь виноград в этих широтах вообще выглядят довольно странно. А если вы и вырастите там виноград, то будет такой шмурдяк, что трудно передать. Но к моменту, когда Леев вернулся, туда умер его отец, Эрик Рыжий. Так как он был правителем, а Леев был старшим сыном, ему перешло все наследство отца, и, соответственно, ему стало не до путешествий. Но ничего, у него нашелся братший, брат Торвальд, который отправился вслед за ним спустя год, высадился в Винланде, добрался до него, основал поселение и двинулся от этого поселения на запад. Долгое время они никого не находили. Мы не знаем, насколько они продвинулись туда, вглубь. По возвращению они встретили впервые индейцев. Индейцы им не понравились. Они назвали их скриннингами. Мы не знаем точно, что означает это слово, но, скорее всего, что-то вроде слабак, что-то презрительное явно. Но эти слабаки первой же стрелой отправили его в Волгалу. Викинги отступили из своего поселения, перезимовали и вернулись назад в Гренландию. Следующим был Торфун Карлсвенни, опять же норвежец. То есть что исландцы, что и гренландцы, это, в принципе, потомки норвежцев. Обратите внимание, я постоянно говорю о норвежцах. Нация маленькая, обратите внимание, открыла оба полюса. Рала Амонсен и Фритюф Нансен, соответственно. Ну вот, Карлсвенни подготовился хорошо. Саги указывают разные клиенты людей. От 60 до 160 взял с собой коров, овец, основал два поселения и даже на какое-то время нашел общий язык с индейцами. Но сразу же возникли спорные вопросы. Индейцы хотели торговать, если на больше всего их интересовало что? Оружие викингов. Торфин сказал, никакого оружия. Ну тогда их больше всего заинтересовало. По одной саге больше заинтересовали молочные продукты, по другой красная краска. Какое-то время они торговали, но уж очень характерный, не схожий, поссорились. Индейцы стали атаковать поселения. И хотя разрушить их полностью не удалось, стало слишком неуютно, возможности расширяться и продвигаться дальше не было. И он вернулся, Торфин Карлсвенни, назад в Гренландию. Потом еще один потомок рода Эрика Рыжева, Фрейдис отправилась туда. Там вообще темная история. Она там убила своих спутников, вернулась назад, ее пытал ее брат, выудил из нее это. Ну в общем такая хорошая викинская история. И на этом попытки заселиться, оселиться, осесть прекратились. Правда, это не означает, что гренландцы бросили попытки колонизировать, использовать Америку. Дело в том, что Гренландия даже тогда явно не была очень лесистым континентом. Леса там явно не хватало. И они довольно часто совершали экспедицию туда, для того, чтобы добыть древесину. Где-то в середине 14 века последнее упоминание об этом, после чего эти упоминания исчезают. Это вот по представлению художников и издательства «Острый» Эрик Рыжий. Лейф Эриксон обнаруживает Америку, открывает Америку. Похоже ли это на картины с Колумбом? Ну судить вам. Это памятник ему. Ну к тому примерно времени относится первая возможная карта с изображением Америки. Вот здесь вот изображены, соответственно, Хэллоуэнд, Маркленд и Винланд. Видите, маленький кусочек, как раз то, что исследовано. Ну подлинные или неподлинные, это карты историки спорят до сих пор. Почему я так уверенно обо всем этом говорю? То есть как будто это правда, о ней я выдумал только что. Какие есть доказательства? Ну, во-первых, это исландские саги. Они, конечно, замечательные. Сага об Эрике Рыжем и сага о гренландцах. Но, конечно, где-то они перевирают. То есть одних саг бы не хватило. Более поздние источники, тот же Адам Бременский, но, возможно, они цитируют саги или тех, кто видел. Долго не могли обнаружить поселение викингов. Нашли в 60-м году на Атлантическом побережье Канады 8 землянок и 1 кузницу в Ил-Ан-Су-Мидус. Что интересно, индейцы, живущие в этих местах, красили тело в красный цвет, что подтверждает историю о том, что индейцев заинтересовала красная краска. Нашли пряслица в Витина в Америке явно викингского происхождения и, наоборот, наконечник индейской стрелы этих самых индейцев в Исландии. Что у нас есть еще? Ну, карту вы видели. Карту Винланда подлинно или нет, я не знаю. Ну, потом есть такая штука. Наверное, многие из вас смотрели недавно чемпионат Европы по футболу. Если видели там сборную Исландии, если в облике исландцев или в их победных огреках после победы на сборной Адлии вам показалось что-то индейское, то вы не ошиблись. Дело в том, что, согласно сагам, в начале XI века в Исландию викинги привезли женщину индейскую. И вот генетики говорят, что, так как население Исландии было маленьким, ее вклад в исландцах прослеживается до сих пор. То есть в викингах есть, только в исландских викингах, не во всех современных исландцах, есть капелька индейской крови. Что теперь я хотел сказать? Это уже будет сейчас мое личное мнение. Почему у викингов не получилось закрепиться в Америке, а у испанцев получилось? Ну, во-первых, у испанцев было централизованное государство, у викингов по сути нет. То есть каждый, кто хотел туда отправиться, созывал своих знакомых, плыл туда, и каждая новая неудача отбрашивала их сильно назад. Не было возможности сразу собрать новую экспедицию. Это очень далеко от Мертропольдии, то есть от Норвегии. Не было большого технологического преимущества, потому что, ну, значит, огнестрельного оружия не было. Значит, керас испанских не было, были лишь кольчуги, и то не у многих. Они не защищали достаточной степени от стрел. Лошадей не было, да и если бы были, если кто-нибудь из вас видел когда-нибудь исландских лошадей, которые мало отличаются от пони, вряд ли не дают большое преимущество. Такой здоровенный мужик, да, бородатый, он сидит вот на такой крохотной лошадке, выглядит скорее смехотворно. Потом, конечно, немаловажную роль сыграло то, что испанцы наткнулись на значительно лучшие земли, чем викинги, потому что, может быть, если бы земли были столь же благодатные, как земли Кубы, то они бы попытались там закрепиться. Так нет, ну и, наверное, на самом деле, время не пришло просто, и все. Так вот, что можно сказать? Открывали ли викинги Америку? Нет, конечно, они ее не открывали. Они открыли Винланд. Никакой Америки тогда и в помину не было. Это... Им не удалось там осесть, закрепиться. Конечно, если бы они там закрепились, то вся история бы сложилась иначе. Но у нее нет сослагательного наклонения, поэтому Винланд так и остался для них землей мечты. Спасибо. Вопросы? Ну, дело в том, что если даже посмотреть на скандинавскую мифологию, женщины в обществе викингов играли достаточно видную роль. В том смысле, что они не только были хранителями домашнего ячега, но и, можно сказать, зародительницами крупных конфликтов в этом обществе. А общество было крайне конфликтным, учитывая, что викинги, конечно, были очень своенравными, очень независимыми, очень гордыми людьми. То есть жены и матери часто направляли своих сыновей на своих, грубо говоря, возбуждали своих сыновей или мужей против врагов. Они зачастую могли вести свое торговое дело. Понятное дело, что при мужьях странствующих так долго власть от Канунга могла перейти на это время не его брату, а его жене. Думаю, что это тоже были, ну, не думаю, я уверен в этом, что это тоже были крепкие духом люди. В целом, внутренний такой стержень, мне кажется, характерен для этой связи. Мы их лично не знаем, но сами описания САК и деяния этих людей говорят об этом. Женщины там упоминаются нередко. Большинство из них, конечно, прекрасно умели стрелять из лука, но насчет меча не знаю. У них не так плохо было с картографией. Это лишь одна карта, на которой нанесен Винланд. Надо понимать вот что. Что по-хорошему, ну, даже не просто викинги, а норвежские викинги, норманы, воспринимали все земли, которые они открывали, но на которых они не сталкивались с местным населением, как продолжение Норвегии. То есть и Исландия, и Гренландия – это, по сути, одно государство. И только здесь, в Винландии, они столкнулись действительно с кем-то. Ну, не просто с кем-то, а кто оказал им серьезное сопротивление. И поэтому, скорее всего, может быть, дело просто в том, что, к сожалению, вот в этой презентации не было… Я там составил табличку, где было видно, что значительная часть всех посещений Винланды связана именно с семьей Эрика Рыжего. Возможно, они были небольшие грамотеи. А может быть, судя по буйному нраву, они полагались просто на собственную память. Может быть, закрепись они чуть-чуть получше, карт было бы больше. Но, по-моему, такой карты, которая тут изображена, если она подлинная, вполне хватало бы, чтобы добраться. Ну, кроме всего прочего, не очень много письменных источников. В основном, какие письменные источники сохранились в этой цивилизации? Понятно, рунные камни. А вот бумажных источников довольно мало сохранилось. Во-первых, не очень легко с бумагой. Ну, думаю, что эти люди, в общем, многие жили по принципу решения проблем по мере их возникновения. Они примерно знали путь в Америку. Если промахнуться, то они при помощи меча и топора разберутся с проблемами, на которые встретятся. Наверное, так. Спасибо. Да? Удей по полу и величию. Что случилось? Люди их захватили или просто перестали так активно поступать на всему? Где-то они смешались с местным населением. Ну, как мы знаем, что даже в названии норманны и норманцы, допустим, на Победоре Северной Франции, они исселились, там стали частью. Они очень хорошо впитывали. Если на первом этапе они изрубали всю в капусту, то они потом очень хорошо впитывали культуру тех, к кому они приходили. Ну, мы знаем, что личная охрана византийского императора, варганты, были тоже из скандинавов. То есть, они очень хорошо ассимилировались в тех местах, которые были. Они в достаточной степени расселились. Они в какой-то момент обратили большую часть своего внимания на Британию. Но в Британии их постепенно вытеснили. Но так как большинство, если так сказать, ресурсов викингов, учтите, они же достаточно малочисленны, было направлено туда, и в конце концов эти усилия пошли прахом, и на самом деле поменялся строй. Уже не так, все уже знали, что сейчас вот с моря придет ватага, на кораблях выскочит. Это вот как только экспедиции бесконечные, грабительские становятся неуспешными, то истинное количество желающих ходит туда уменьшается. Ну и просто мир менялся. Мир менялся. Да? Откуда этот образ? Шлемы с рогами, если это вообще-то не предназначено? Ну я думаю, что во многом это химиям, это химиям мотографистов, которым очень хотелось показать. Видимо, рога в их понимании придавали еще большей свирепости. Да. Ну я думаю, что может быть там в истории, это вот было пару этих вот, хотя не найдены шлемы с рогами, ну возможно бывали те, кто приделываю рога к своей голове, хотя мужчина в здравом уме вряд ли будет себе рога к голове приделываться. Спасибо. 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 Продолжение следует...